Основные события за прошедшие сутки происходили на внешнем периметре Бахмута, на его ближних и дальних подступах. Очевидно, что ВСУ пытается претворить в исполнение план фланговых ударов по Бахмутскому выступу, который образовался за прошедшие месяцы, когда ЧВК Вагнер ввело наступление на город. В связи с нехваткой сил продвижение на оперативную глубину было прекращено в феврале, когда фронтовая линия стабилизировалась на нынешнем уровне и вагнеровцы сосредоточили все силы на атаках внутри периметра города, пытаясь взять его до окончания распутицы, так как она делала невозможным эти фланговые удары противника. Мы подробно освещали ситуацию и внутри, и на внешнем периметре, указывая на накапливание крупных сил ВСУ по линии рай Александровка-Малиновка и в Северске, где создаваемые резервы не вводились в бой до самого последнего времени. Такое же накапливание происходило в Часовьяре и Константиновке. За последний период началось постепенное введение резервов в бой, так как высохшая почва позволяла активно использовать бронетехнику для прорывов на пересеченной местности. Отследим динамику событий. В первую очередь ВСУ нанесло удар по южному флангу, где им удалось артподготовкой и внезапными штурмовыми действиями оттеснить противника южнее лесных массивов и начать сближение с Клещевкой. Это вынудило вагнерцев ослабить натиск внутри города и срочным образом укреплять это направление, где удалось стабилизировать фронтовую линию. Следующий удар был нанесен с направления Северска, где взятием Сакуа и Ванцети ВСУ продвинулось по дороге Т-05-13 и активизировалась вся фронтовая линия от сел Белогоровка до Роздолевки, где продвижение противника вынудило российские войска начать перебрасывать резервы и сюда. Затем последовал удар с Богдановки и Хромова, где ВСУ сначала удалось прорвать линию обороны противника и затем в ходе ночных боев выйти к Берховскому водохранилищу. Тем самым создалась серьезная угроза флангом Бахмута сразу в нескольких точках, которые мы описали. Становится очевидно, что ВСУ последовательно пытается растянуть оборону противника, не торопясь наносить удары крупными силами и стараясь максимально продвинуться, задействуя малые тактические группы с мощной артподготовкой. После того, как оборона этих точек прорыва вынудит переброску все новых резервов, вне сомнений будут наноситься удары уже основными резервами, которые планируются на дальних подступах Бахмутского сектора, что рассматривалось нами в выпусках за последний период. Удары оперативного уровня ВСУ планирует наносить севернее Горловки, где уже идут тяжелые бои и прорыв по местности в районе сел Азаряновка и Курдюмовка приведет к отсечению коммуникаций между этими двумя важными городами. Одновременно с этим, пользуясь растянутостью обороны противника, удар оперативного уровня будет наноситься по линии Спорное-Веселое, где прорыв обороны вдоль трассы Т-1302 и дальнейшее продвижение, одновременно с продвижением в районе Курдюмовки, приведет к слопыванию Бахмутского выступа и к оперативному окружению всех российских сил. Осуществлять этот план командования ВСУ будет в ближайшие двое суток, пользуясь тем, что оборона российских войск сосредоточилась на ближних подступах к городу, где ведет тяжелые оборонительные бои с постепенным отступлением, так как прорыв к Клещевке или к Ягодному приведет к крайне негативным последствиям, позволив ВСУ наносить удары оперативного уровня еще ближе к городу, что, конечно, недопустимо. В целом, очевидно, что ситуация для российских войск, которые наступали на Бахмутском направлении, критическая, так как украинским войскам удалось создать преимущество на флангах этого наступления и тем самым создать серьезную угрозу оперативного окружения. Также очевиден недостаток сил у РФ, так как, зная о готовящемся наступлении здесь, о котором не раз говорил владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, и фиксируя накапливание крупных сил противникам, усилить оборону или нанести встречный удар оказалось невозможно. Одновременно с описанными событиями для отвлечения сил противника и сковывания их на других участках, ВСУ маневрирует крупными силами в Запорожской области, где наносятся отвлекающие удары. На Сватовском направлении происходит то же самое. Зная, что кроме Бахмутского направления удар оперативного уровня готовится в Запорожской области, перебросить войска на помощь Вагнерусам невозможно. Касаясь Запорожского направления, нам очевидно, что удары здесь носят строго отвлекающий характер, и атаки оперативного уровня начнутся только после нанесения ракетных ударов по прифронтовым аэродромам в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области, в связи с чем идет процесс накапливания дальнобойных ракет, предоставляемых Британией. На этом выпуск подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok